Реконструкция вокзала в Изюме началась в августе 2012 года. Нетронутыми здесь остались только несущие стены здания. Все остальное всего за два с половиной месяца изменилось практически до неузнаваемости. До реконструкции такого подразделения, как вокзал Изюм, не существовало. Был пассажирский цех при станции, где работало 8 билетных кассиров. Теперь здесь полноценно оборудованный вокзал. Полностью, что вы видите, новые стеклопакеты, новые батареи, новая система. Тут даже применены такие технологии современные, трубы положенные. Я считаю, что это один из лучших наших сегодня современных вокзалов. Компактный, удобный. Местные жители от обновленного вокзала в восторге. Последние несколько десятков лет никакого ремонта здесь не видели. Поэтому радости нет предела. Мне вокзал очень понравился. Правда, ожидания... Ну, не можно даже никаких слез сказать, потому что люди, насколько красиво это все сделали, насколько с смаком. Продумали про детей, про женщин. Продумали каждую деталь. В вокзале строители полностью перепланировали внутренние помещения, заменили электросети, системы канализации, водоснабжения и отопления. При этом мастера сохранили первичный архитектурный вид здания. Во всех помещениях установили новые светильники и мебель. В зале повышенной комфортности работает Wi-Fi. Люди могут посмотреть телевизор, удобные кресла, столики, Wi-Fi, интернет. В общем, все условия. Подзарядить мобильный телефон и воспользоваться интернетом. Комфортнее стало здесь и работникам вокзала. В их распоряжении мини-столовая, душевые и рабочие места, оборудованные современной техникой. Здесь создали 14 новых рабочих мест. Очень комфортно. Новые кресла, новая мебель, новые санузлы, новое оборудование, техника, шторы, жалюзи. Железнодорожники обновили не только вокзал. Капитально отремонтировали пешеходный мост, пути и платформы, длину которых увеличили для удобства пассажиров. Благоустроена привокзальная территория. На этом работы по реконструкции вокзала в области не заканчиваются. В ближайших планах ЮЖД, говорит Виктор Остапчук, ремонт на станции Казачья Лопань. Юлия Черная, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».